господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер пятьсот девяносто четвертый события дня эпиграф иаков 5 9 не сетуйте братья друг на друга чтобы не быть осужденными вот судья стоит у дверей за двадцать девятое седьмое 2017 событий вчера было много можно сказать главное событие королевы из канады уехали побудил их к этому сергей пупков что тут дождь будет ничего этого не было но веский довод тогда был я свое мнение высказал такую даль ехали два дня будете в городе делать а там еще в городе то а вот мы там будем не дал наметку что можно у татьяны быть потому как если поедут загуляем далеко и там вроде бы народу больше может быть и к месту быть ну она марит и говорит что это моя родина хотя здесь ни разу не было или близко и что-то такое ну тогда другое дело поезжайте но попросил сергей привести где мы работали мы работали на этом канале соединительным же первым вторым мостиком тоже снимали там будет показано работа тоже там закончена практически огородили там жертв может быть полжерди прибить осталось большую роль играла роман малыш привозит людей привез потом на грузовой поехали с положили жерди столбы которых не хватало только заворачивать страссы которые с потеряемки идет непосредственно в сторону мостиков идут два камаза уже не долговая с постепной заказал песок привести он да вот это не там тысячи тысячи полторы стоит оказалось две с половиной тысячи камаз но я заказал пять камазов пять по две с половиной вот тебе дверадцать с половиной тысячи рая отдал большие камаза как они говорят по 15 тонн песка маленько тоже сняли показали учета показывают а вот приехали когда к нам туда королева все всей семьей вот тогда мы не показали поехали на 2 мостик и дамба вот и градовой где посмотрели где солодку собирает она сама мария попросила показать маленькая там кое-где корешки собрали больше всех собрал не старый дробот но отдал им все а я ему здесь отдам они уже сережина машина стоял напротив барабан шах против батюшки и оттуда приехали уже сюда не это не поехали не жили володе пащенко в гостях ну и простились засняли и они уехали оттуда сообщили сергей сообщила я узнал что оказывается у него собака ураган с которой мы ездили по всему миру она здесь от тех трех отделенные он ей уже не занимается она просто привязанная на цепи да еще со строгим мошенником я узнал что тут у никиты с сарае так стороне видно ну оставил он ухаживать никита чтоб кормил из и в коем случае не выводил его не горит к тебе он дал указание не выводить на прогулку а я то причем мы с ним друзья он на меня было переписано что я хозяином был как в пути документ это но и по счету за черемаха с ребятишками я решил вы знаете не готова здесь он заперт это я слышал голос я думал как это собачонка этому как он меня увидал я думал у него разрыв сердца будет он привязанный но не привыкший к этому привязаны и давно уже привязаны как приехал сергей что-то недоволен списал его сергей уже он девятый год старый не выступать ему для выступления нужны это и понятно тут я потом сергей позвонил я говорю меня-то гулять может да можем бери там я говорю поводок где тут все рассказал как что и ладно там когда ехали до загуляевых они там тоже приняли хорошо и благодарят и но и вот так все все положительное и вот там только поворачиваем камазы идут два камаза высыпал я здесь куда глиняную гору свернул бульдозерист но дальше неизвестно когда придут они сказали если дождь будет то мы не приедем больше но дождик забрызгал то ли придет я пошел в баню баня уже стопил я первым всегда иду туда володя готова вода я захожу сюда там постираю себе решил уже сколько дней там у бульдозера рубашку постирать опять и но они же белье это обычно всегда с платочком попариться надо вот это время выхожу и говорит володя приезжал камаза как свалили так они куда могли свалить но перед тем как идти в бане все-таки подготовил на узенькой здесь нашей трассе и валят они только не сзади а вправо не на дороге а справа от дороги а справа дороги у нас тут свой пруд и все это тут кювет и все это заросшая травой а срочно мы никита володя владимир юрьевич гелендухин всем по лопате скорее натащил володя еще и литовку принес косу скорее все выкосить нож когда рассыпется из травы не выбрать уже песок он пропадет а так мы маленько лопаты под гребем это добавить скорее скорее володя там сбегает в баню подложит дрова и опять сюда же бежит это недалеко здесь на метров может двести двести но только закончили я сразу в бане а в это время он приехал но я что огневался ну как так же договорились ну как высыпать не знаешь куда я вам платить не буду за это куда высыпали куда попало то иду и думаю это я специальные слова выбираю как ян кроштадский говорит я огневался вот а потом ну чё тут торопиться уже некуда вышел тут белье развесил торопиться так ударов высыпали но они вы сказали что приедут часа через два ладно я потихоньку все это пошел тогда вывел врага на хона маленького успокоился и пошли их поводок хорошего серёжа как всегда но еще не вижу вывалили куда надо и в левое и пропал песок то ну ладно я помолился и бог простил меня как ян кроштадский говорит стал ждать а что ждать дождик заморосил немножко я с ураганом ну прям маленько заморосил на новом домике тут иосифов где посидели на крысе а он такой же пошел те где три собаки у него они на него лает а он молчал молчал ураган шерсть у него поднялась на загривке он тоже лает но я увел его он найдет где чурку какую там завернули караману малыш он ее лапами скребет зубами ну как будто вчера мы с ним вернулись дорогу он так и поступал какой корень торчит из земли я пну его все это означает он мне враг он хватает его рвет и оторвет этот корень то и пока шли он корня 4 оторвалась под земли вот но я тут нашел у иосифа кирпичи прикрыты дверью сверху прикрытые как щит лежит я на него забрался посидеть и оделся по церковному время это уже три часа с пяти службы но все сижу дремлю глаза открываю смотрю на трассе то стоит машина то есть они не поехали вокруг я думаю здесь больше с этой стороны а задом попятился я закричал не выступаете часа подойдет он стоит где надо то есть благополучно все и высыпали а другое разбили пополам на одной стороне это переезда где вода идет и на другой но рядом все видно мы рассчитался они довольны и все стал готовиться уже к церкви отвел собаку уже все прошли в церковь то нас вечернее богослужение спите она у нас вот это как будто бы мелочь такая за этой мелочи сколько молиться благодарить бога так все удачно у нас получилось и на этой идее отпустили бульдозериста рассчитали 153 тысячи обошлось мне это удовольствие вот но подготовился как раз-то подмарафетился новые сапоги достал надеть все на мне уже не рабочие поехал собачку отвел ставил на благослужение тут уж батюшка хозяин ведет а после благослужения это выше тут глушков и грунты ездил туда да я все в городе был нету а потом претензии да я слышал там узкой узкой капуской бульдозер не может на узком делать меньше но перевернется упадет как это узко это четыре метра ширина и узко на машине там скользко в такую погоду может упасть скользко сиди дома зачем ездить а мы сейчас ездили туда всей семьей с королевыми с игорем барабашом и нормально совершенно трасса но ясно дело что она не государственный масштаб там мост такой ширины но решили переехать недовольны я говорю первым осенька там вода так делали так чтобы вода текла и по воде пройти то есть колеса погружается воду а дальше то нет там камень это не ездил не был еще но недовольство надо трубу там заложите 26 лет живете здесь почему не заложил разговор мышь краснобайство вот это до того не люблю это у него сплошняком лавина идет от труба труба до понять техника не пройдет если она бетонная какая-то самодельность ли было бы это сразу раздавят и и при том только летом а весной что на весной смоет и к чему пришли весной смоет а летом труба нету сделать надо чтобы мы что делали все теперь сделано и идут машины проходят свободно боюсь там рядом лежат камни это хулиганье деревенские дети то не набросали бы камней туда будто выхтая под водой не видно и машина может стукнуть себе повыдиться то есть чего угодно жду от этой шпаны по-другому не назову такую беду сделали жгли сваи тут и безобразники это все дело родителей это все вчерашний день вот и господь благословил закончить благополучно неделю и на выходе где поднимали воду шлюз этот сделать и там закончили практически камень спустили придавили вода должна подняться ну как будет весной это только бог один знает вот пришел садиться тут всякие разборка ребятишки накидали бумаги резали тут самолетики делали не выявишь кто всех лишается уже идти на улице решать ищите вино у вас осталось трое еще но коля 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 сергей виноват садитесь ешьте вот наш этот день вчерашний за 29 вот так хотя королевому летать 31 два дня ну так они пожелали пожелали она книги приобрела мало того еще подарок от их отца константина сделали мне все по-хорошему благословен господь отправили моих я им благодарен и они игру может кто обижается да нет что вы подозревать что они не искренны и никак нельзя искренны да вот маша не слушалась нас маша еще я не ломала что мог исправлял как действительно требуется и внимание внимание наказание все внимание в одном только мать говорит она не слушает еще и драть надо и больше нет ничего вы родители будьте а я счету сбоку припек а приехали уже порченный материал привезли вот считаю что теперь на это еле на следующую жение долгом договорился грейдер придет ну как он сказал и разровняет все без песок то что хотели а будет ли нет гравий нет не будет это почти сейчас отобрать все ну минимум 200 с лишним тысяч надо готовить ну где же такие деньги возьмешь ясно дело никак это невозможно просто невозможно так закончили мы это день показать еще дальше свои ресурсы вот у нас ресурс 1 это мой мир вот они когда него я перетащил все все что поставил мы и канале дальше православный форум 1600 тем очень богатый очень богатый и видеоканал вот наш видеоканал православный вот тут мышку вредители ловим 30 посещений интересно людям и коротенькая 30 33 мании маньяках и китайском драконе 30 зла того с 2 вот 33 и 2 рядом ну что тут говорит что люди ищут вот так но и наш православный библейский сайт во свете библии вот здесь 4124 ответа по темам ну разве то на 55 папок и вот я тут взаимо внутренний мир человека помаленьку беру это те вопросы которые мне задавали когда я вел занятия университета вопрос 1074 3 титом открытым оком обладаете ли вы даром пророчества если да то что это благодать божия ли жизненный опыт пророчества так это у меня уже было до это уходит у меня уже была эта тема внутренний мир человека о пророчествах вчера ответил вопрос 1309 4 том открытым окон в библии написано что если человек мало знает то с него меньше и спросится так если смысл ходить на ваши занятия в университете ответ лука двенадцать сорок восемь а который не знал и сделал достойное наказание бит будет меньше и от всякого кому дано много много и потребуется и кому много вверено с того больше взыщет внимательно прочтите у евангелиста луки указанное место которое буквально перешивает хребет всем ленивым подобным тому кто написал эту записку кому дано много кому много вверено а теперь сократите эти фразы до двух слов дано вверено не взял не добыл не узнал но ему кем-то извне его было когда-то дано и когда-то вверено и человеку требуется в течение коротенькой жизни узнать что ему дано этим дающим и и что ему вверено этим дарующим ясно что наша жизнь дана богом разум и наши таланты дана бог согласно новых изысканий доказано что человек в своей жизни использует только три процента умственного потенциала а остальное и не востребовано он всю жизнь эти 97 процентов не развивает а хранит лука 19 20 пришел 3 сказал господин твоя мина вот которую я хранил за руб платок в течение всей своей жизни человек и должен разрабатывать почву своего ума и сердце и засевать ее на не каким-то семенем не рассказываем про эродивых и мироточивые иконы но лука 8 11 вот что значит прича сия семя есть слово божие опять же спрашиваю неужели эти слова не считали священники архиереи патриарх почему они прячут от народа слово божие которое теперь высевают сектанты нужно своим соусом то что преподают законе божием в других книгах все это только пересказ и в этом нет никакой обречительной силы соль потеряла силу колоссин 4 6 слово ваше да будет всегда с благодатью приправлена солью дабы вы знали как отвечать каждому второе тимофею 3 16 все писание бога духновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления праведности и давший нам жизни разум потребует свое с прибытком а чтобы принести прибыток то есть чистое зерно минимум как 30 крат увеличив его согласно притче христа вы должны позаботиться хорошо познать волю божию и правильное толкование библии по святым отцам чтобы это слово божие понести другим вот для этого наше занятие вы внимательно все запоминаете записывать и притворяйте в жизнь сколько вам было верено вы все больше будете познавать когда будете трудиться хорошо когда рядом с вами есть верующие которые покажут на те благотворные изменения какие будут происходить в вас вопрос 1313 и четвертый том открытым оком антоний великий говорит что высшая добродетелица смиренно мудре смиренная рассудительность но в послании апостола павла колоссином есть слова о самовольном смиренно мудре колоссин 217 что это такое ответ колоссин 217 никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудре мы служением ангелов вторгаясь то чего не видел безрассудно надмиваясь своим умом антоний говорит о смиренно мудре о сораспятии самого себя миру быть мертвым для плоских вожделений самохотений своего я то есть того чем питается и живет весь мир апостол павел говорит совершенно о другом о ереси у колоссин появились люди которые стали доказывать что напрямую к богу нельзя обращаться и выводили целую теорию о служении ангелов о их роли в спасении рода человеческого этим ложным смиренно мудре пропитана сегодняшняя православие от подошвы до темени почитайте любой акафис каждому скользит неимом и иная помощь разве тебе а эти слова даже по отношению к богородице и дикой ереси отречения от христа бог сам назначает как нам с ним обращаться на ты напрямую без посредников лично самому в любое время в любом положении как бы далеко ты уже не ушел от него люди же придумали за эти тысячелетия целую систему смиренно мудря не спастись без призывания божьей матери без ангелов без святых без духовного отца без храма без длинных богослужений без частой исповеди и многое многое другое и все это смиренно мудря в кавычках не имеет никакого обоснования в слове божьем даже на одну буковку все эти мудрецы духовного звания переписывающие библии на свой лад нагоняют мрак и безысходность не покоряющихся им господь же призывает людей прямо к себе сразу и ныне а все остальное только как пособие как подтверждение единства вселенской церкви прочитал недавно я в газете что разбился начиная взлет с экипажем рано на рассвете пассажирский самолет представляю как все это было пассажиры весело острят стюардесса в яркомаке извинела буйная весна эхом прокатился жуткий грохот не звучит ли и в твоих ушах только шаг к спасению на Голгофе но и к смерти грешник только шаг нет страшнее люди катастрофы чем когда захватят суета умереть далеким от Голгофы умереть далеким от Христа не знаю кто написал а может быть Родион Березов вопрос 1314 4 том открытым оком как отличить смирение от безразличия когда обращаешься с разными людьми друзьями начальниками врагами когда смиряться а когда нужно протестовать ответ как только христианство при императоре Константине стало государственной религией путь монашествующий их образ жизни их наставления стали основными во всем христианстве люди вообще перестали обращаться к Библии к светильнику к советнику все перешло во внешнее смирение монашествующих вошло в фазу соревнования кто лучше кто оригинальный покажет как это делать монашествующие забыли о мире совершенно о том что там делается слово смирение заняло все сознание и уже не разбирали где смирение а где безразличие появились молчальники затворники в жизни которых евангелие не играло практически никакой роли шла борьба со страстями внутри себя сегодня трудно найти житие того времени которое бы ни в чем не погрешало против евангельских истин даже арсений великий выводит афоризм исходя и слышно им от кого-то слово беги и молчи о том что каждое свое слово и каждую минуту молчание нужно сверять с библией не было речи практически полторы тысячи лет жизнь пророков стала неизвестна ни народу ни пастырем они просто уходили в пустыню закрывали глаза и уши они прятались от бед народных от развращения наций забота была одна спасти свою душу вновь пришедшие входили в полнейшее подчинение старцам и ничего не хотели не видеть и не слышать кроме слов своего учителя послушание высшей жертвы и молитвы высшей поста и молитвы капкан закрылся жертва уже никогда не могла вырваться из него ибо эти афоризмы а не слова библии считались основной основой находились такие подвижники которые всю жизнь путешествовали собирали подобные летучие фразы составляли прологи и духовный лук в которых молчание безразличия ко всему внешнему ставилось на первом месте если бы в то время кто-то собрал этих подвижников всех в одно место и провел с ними беседу хотя бы по одному стиху апостола Павла тщательно разбирая каждое слово после этого слова апостола Петра и пророка языки Илья то что бы они ответили у своего такого же учителя и старца молодые в свое время учились у таких же как они 1 Тимофея 4.16 вникай в себя и в учение занимайся с ним постоянно ибо так поступая спасешь себя и слушающих тебя да другого пути не было указано 2 Петра 1.19 и при том мы имеем совершение вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших Иезекииле 3.18 когда я скажу беззаконнику смертью умрешь а ты не будешь вразумлять его и говорить чтобы остеречь беззаконник от беззаконного пути его чтобы он жив был то беззаконник тот умрет в беззаконии своем и я взыщу кровь его от рук твоих в каждой конкретной обстановке нужно знать чего от нас хочет Господь об этом нужно молиться и хорошо знать Слово Божие бывает что ситуация полностью схожа с предыдущей но в одном случае нужно молчать а в другом протестовать Иоанна 16.13 когда же приедет Дон Дух истины то он оставит вас на всякую истину ибо не от себя говорить будет но будет говорить что услышит и будущее возвестит вам в каждом конкретном случае человек должен совершенно точно знать на основании так какого места священного писания он собирается действовать есть афоризм слово серебро молчание золото но это не всегда так притча 15.23 радость человеку в ответе уст его и как хорошо слово вовремя бывает человека справедливо называют в каждой бочке затычкой и ему никто не рад все все многоречивые о противе это и кто восхищает себе право говорить будет возненавиден такой пытается учить других сам ничего не понимая не соображая притча 18.2 глупый не любит знания а только бы выказать свой ум нужно смотреть и на то какой твой возраст твое положение как тебя здесь принимают нужно очень тонко чувствовать обстановку климат в данной местности Серахова 20 глава 7 стих мудрый человек будет молчать до времени а тщеславный не будет ждать времени вот интересно как он ждать времени молчать знать Экклесиаса 10.14 глупый наговорит много хотя человек не знает что будет после него притча 18.14 кто дает ответ не высушит тот глуп и стыд ему Серахов 32.9 говори юноша если нужно тебе едва слово два когда будешь спрошен на стены он кругом смотрел как на тюрьму он обращал к окну горящие зеницы и света божьего хотелось ему хотелось воздуха в котором дышат птицы афанасий 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 это больной вот вы все на сегодня хватит афанасий афанасий